Привет всем! Сегодня, как обычно, о новостях Германии и Европы. Начинаем! Новый день и новые события, разгорающиеся и накаляющиеся по мере развития допредельных температур, как в прямом, так и в переносном смысле этих слов. Сегодняшний выпуск начнем с тревожного происшествия, которое произошло вчера. Огромное облако дыма накрыло Гамбург. Пожар начался во второй половине дня во вторник и вызвал волнение на востоке Гамбурга. На складе размером 30 на 15 метров горела система измельчения пластика. Более 100 пожарных пытались взять пожар под контроль. Жители были оповещены о мерах безопасности в связи с этой ситуацией. Из-за работ по тушению во второй половине дня были закрыты некоторые улицы. Вечером пожарные расчеты все еще были заняты тушением пожара в сокращенном количестве. Однако это не единственное ЧП такого плана, произошедшее на этой неделе. Взрыв и пожар случился в химическом парке в Германии. Взрыв и последующий пожар произошли на днях на территории предприятия, принадлежащего химическому гиганту ФРГ Линде, которая расположена в земли Саксония-Анхальт. Оператор химпарка справился с ЧП собственными силами. Пожарные не привлекались и пострадавших нет. Но вопросы по поводу данного взрыва и пожара еще остаются. Несмотря на то, что, по словам представителей предприятия, ситуация была несерьезна, тем не менее сработала немецкая система оповещения о ЧП. Но, слава богу, все миновало. И уже стало известно о ситуации, которую в Германии ожидали многие. В Германии климатический активист получил тюремный срок за блокирование улиц. Немецкий климатический активист из группы «Последнее поколение» был приговорен к 22 месяцам заключения за участие в блокировании улиц. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь районного суда Берлина. 65-летний мужчина был приговорен к тюремному заключению без права на досрочное освобождение. Его признали виновным в принуждении попытки принуждения и сопротивления правоохранителям. Судебное разбирательство касалось перекрытия дорог, в котором участвовал мужчина. Прокуратура требовала более двух лет лишения свободы, тогда как защита выступала за оправдание. В пресс-релизе «Последнего поколения» говорится, что 65-летний мужчина намерен обжаловать этот приговор. Ранее активисты «Последнего поколения» заблокировали движение в нескольких аэропортах Германии. За этот поступок им еще придется ответить. Ганцер Германии Олаф Шольц осудил радикальные акции климатических активистов из группы «Последнее поколение», назвав их «безумными». И уже стало известно о еще одной ножевой атаке в Германии. В Германии полицейские застрелили мужчину, который, вероятно, угрожал прохожим на одной из улиц, а затем попытался напасть на правоохранителей с двумя ножами. Инцидент произошел накануне днем в городе Мерс. Местная полиция отправила патруль для проверки информации о мужчине, который напал на нескольких человек и угрожал им. Когда полицейские обнаружили мужчину, он напал на них с двумя ножами. Полицейские не стали дожидаться атаки и выстрелили в 26-летнего мужчину, в результате чего он получил смертельное ранение. Напомню, это происшествие стало не первым в череде нападения с применением ножей. 23 августа три человека погибли и восемь получили ранения в результате ножевого нападения на городском фестивале в немецком городе Золинген. Полиция арестовала подозреваемого в совершении преступления 26-летнего мужчину из Сирии. Перед этим власти предложили ужесточить законы, регулирующие ношение холодного оружия в ответ на увеличение числа нападений с использованием ножей. Но, можно сказать, воплотить этот закон в жизнь не успели. И это нападение в Золингене все больше и больше обрастает шокирующими подробностями. И уже стало известно, что подозреваемый в убийстве прохожих в Золингене получал в Германии государственное пособие. Иса Аль-Хасан, которого подозревают в нападении на людей с ножом в Золингене, не был депортирован из Германии по ошибке властей. Иммиграционная служба пришла к нему 5 июня 2023 года, однако сирийца не оказалась дома, поэтому депортацию отменили. По одной из версий мигранта предупредили о визите служащих. В тот же день Иса Аль-Хасан вернулся в свое жилье. При этом депортировать во второй раз его даже не попытались. И хотя сирийц скрывался от властей, чтобы его не смогли депортировать, он исправно получал финансовую помощь от государства. Удивляет даже тот факт, что если его не смогли найти в день запланированной депортации, то это не привело к сокращению выплат. Согласно закону о пособиях для просителей убежища, сирийц получал 368 евро в месяц. Поскольку власти Германии пропустили срок, во время которого Аль-Хасана можно было депортировать в Болгарию, то он остался в ФРГ и получил статус защиты и был распределен в Золинген. Вот такая удивительная и, можно даже сказать, шокирующая ситуация. И эта ситуация повлекла за собой дальнейшие, судя по всему, долгие и, возможно, ни к чему не приводящие в конце дебаты. Противостояние партии продолжается. Итак, Мерц предложил Шольцу вместе бороться с незаконной миграцией. Председатель оппозиционного ХДС Фридрих Мерц во вторник 27 августа встретился с канцером Германии Олафом Шольцем. И предложил главе правительства объединить усилия, чтобы ограничить нелегальную миграцию в ФРГ. Канцер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, отверг возможность радикальных изменений политики в вопросе убежища, о которых заговорили в оппозиции после теракта, совершенного выходцем из Сирии. Шольц высказался против идеи заморозить прием просителей убежища, которую предложил лидер оппозиционного ХДС Фридрих Мерц. Канцер в последующих комментариях сказал, что о тотальном отказе всем искателям убежища на границе Германии не может быть и речи, однако важно уменьшить нелегальную миграцию. Шольц отметил, что пограничные проверки помогают этому и должны продолжаться. Также против всеобщего запрета на прием людей из Сирии и Афганистана, который предложил Фридрих Мерц, против выступили и генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнард и министр юстиции Марко Бушман. Они отвергли это предложение, ссылаясь на Конституцию. Вот такая ситуация, а вот к чему в конечном итоге приведут эти дебаты, покажет только время. В это время в Германии считают, что РФ хочет спровоцировать новую волну украинских беженцев ЕС. Такое заявление было сделано на фоне массированных атак на украинские энергетические объекты. Такое мнение высказал председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот. Рот уверен, что эта серия атак является началом новой кампании разрушения украинской энергетической инфраструктуры. Политик отметил, что повреждения настолько массивные, что их почти невозможно быстро исправить. Он призвал поддержать Украину в условиях грядущей суровой зимы. В частности, предоставить аварийные электрогенераторы. Рот также обратился к США с призывом дать разрешение украинским войскам на использование дальнобойного оружия по российским аэродромам. Напомню, в немецком политикуме уже несколько месяцев говорят о сокращении помощи украинским беженцам. Ну а как будет развиваться ситуация в дальнейшем, будем следить.